Во время школьных каникул всё больше детей и подростков на прогулках катаются на самокатах и велосипедах. В том числе выезжают на проезжую часть. С целью профилактики безопасности среди молодёжи сотрудники госавтоинспекции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели специальный рейд. Для того, чтобы нашим ребятам напомнить средства безопасности при управлении веломототранспортом, раздавали им сегодня листовочки, где в доходчивой форме ребёнку объяснены правила безопасного поведения на велосипедах, самокатах. Использование средств защиты на данном транспорте – это, опять же, шлемы, налокотники, наколенники. Скейт-парк около кинотеатра «Искра» стал местом притяжения юных скутеристов и велосипедистов. Именно здесь ребятам напомнили правила безопасного катания. Вот такие вот сейчас памятки вручим. Сотрудники, держи, чтобы вы, ребят, ещё раз вспомнили правила поведения, когда вы катаетесь на веломототранспорте. Стоит отметить, что старшие ребята были экипированы согласно правилам. Именно они должны подавать пример младшим товарищам. В первую очередь я беспокоюсь о себе, потому что были случаи уже, когда люди падали, голову пробивали, и потом всё лицо зашивали, так что лучше кататься в защите. Однажды, когда я катался вот там вот, катался, я просто не заметил какого-то мальчика. Я резко остановился, упал на переднее колесо и сломался без зуб. Тем юным любителям экстремального спорта, кто относится к вопросам безопасности легкомысленно, стоит знать, что ответственность за их жизнь и здоровье пока ещё несут родители. При несчастном случае им придётся заплатить административный штраф. Хотелось бы напомнить родителям про ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 5.35 Кодекс Российской Федерации о административных правонарушениях за неисполнение своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей, что выражается в отсутствии у детишек средства защиты при катании на велотранспорте. Чтобы добраться до скейт-парка, многим подросткам необходимо пересечь проезжую часть. А делать это тоже нужно по правилам. Только за два последних месяца в округе произошло сразу несколько ДТП с участием детей. Три дорожных транспортных происшествия, насколько в городе видно, было зафиксировано. С участием и детей 7 лет, и младше 4 лет. Наши, опять же, ребята-пешеходы нарушали право дорожного движения и попали у нас на пешеходном переходе под колеса. Ну, единственное, как бы радует, что всё это закончилось не так страшно для четырёх детишек. Это просто разовое обращение за медицинской помощью. Впереди ещё большая часть лета. Госавтоинспекция просит родителей внимательнее следить за своими детьми. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.